Во второй половине 20 века получила бурное развитие не только автомобильная, но и мототехника. Это привело к появлению новых типов мотоциклов. Эндуро, чопперы, спортбайки, мотороллеры. Но сегодня у меня на тесте настолько странный экземпляр, что я не могу понять, как его классифицировать. Начну издалека, на какие только чудачества не идут автопроизводители, пытаясь привлечь покупателей. Хонда выпустила маленькую городскую машину Сити, более известную у нас под именем Джаз. Чтобы активизировать покупателей, был нужен хитрый маркетинговый ход. Уже в те годы в Японии основной проблемой городских автомобилистов стали пробки. Для борьбы с ними разработали этот маленький складной мотоцикл, точнее мопед, умещающийся в багажнике машины. В случае чего его можно вытащить и продолжить движение, оставив легковушку на обочине. Производство началось в 1981 году. Извлекать в одиночку 42-килограммовую тушку сложноватого вдвоем было бы проще, но здесь есть по бокам накладные ручки. Вот такая эта Хонда странная. Кирпич какой-то. Спереди фара, сзади большой фонарь. Теперь я приведу ее в рабочее состояние. Снимаем верхнюю крышку, поднимаем и фиксируем половинки руля и вытаскиваем сиденье. На руле кнопочки, сигналы и поворотников. Смешной квадратный спидометр. На бензобаке установлен индикатор уровня бензина. Сверху можно разглядеть все внутренности. Моторчик тут совсем маленький. Со своих 50 кубиков объема он выдает 2,5 лошадиные силы. На 100 километров пути мотоцикл потребляет чуть более 2 литров бензина. Прежде чем оживлять мотокомпа, надо повернуть ручку бензокраника, она слева. Вытянуть подсос и повернуть ключ зажигания. Народ 30 лет назад был неизбалован и заводил мототехнику кикстартером. Подсос почти сразу можно убрать. А хорошо бежит? Видимо, за счет маленьких колес у Хонды прекрасная динамика. По той же причине ее стихия асфальт. Но и на грунтовой деревенской дороге она великолепна. С неровностями эффективно борется очень неплохая подвеска колес. Маневренность у этого лилипута на зависть более крупным собратьям. Предполагалось, что продажи мотокомпа превысят 10 тысяч в месяц. Но мнение покупателей оказалось иным. В месяц удавалось реализовывать не более 3000 экземпляров. Поэтому производство в 1983 году было остановлено. Забавно, что невостребованная в начале 80-х Хонда мотокомпа благодаря маленькому тиражу сегодня стала коллекционной редкостью.